6 знаков зодиака, которые больше всего склонны к минимализму. Вы считаете себя минималистом? Чувствуете ли вы себя комфортно, когда у вас очень мало вещей, и то, только те, которые вы считаете самыми необходимыми? У вас попросту нет ничего лишнего или ненужного? Вы когда-нибудь задумывались, влияет ли на минимализм в жизни и характере ваш зодиакальный знак. Лев. Лев любит тратить деньги, но не на себя, а на подарки для близких людей. Он ценит качество, и поэтому готов заплатить немалую сумму за это. Скидки и распродажи, не для львов, следовательно, у них не так много вещей, просто занимающих место в доме. Лев прекрасно обойдется без излишеств, откладывая и экономя средства на то, что он действительно хочет. Он не желает, чтобы шикарный интерьер его жилища затмевал его собственную блистательную персону, а потому стремится к минимализму и простым линиям. Дева. Минимализм в Деве – это чистота, порядок и организованность на высшем уровне. Дева предпочитает иметь несколько милых вещей, за которыми легко следить, нежели комнату, полную дорогой мебели. У людей этого знака все должно быть аккуратно разложено по своим местам. А чем меньше предметов, тем легче их упорядочить. Порой они предпочитают вообще обойтись парочкой необходимых вещей, чем заполнять каждый сантиметр пространства безделушками, которые не имеют никакого значения и ценности. Скорпион. Скорпион – минималист тогда, когда речь идет о людях в его жизни. Ему бы хотелось иметь несколько близких друзей, которым он доверяет, чем огромную толпу людей, которых он едва знает. Скорпион всегда с удовольствием проводит чистку френдов в социальных сетях, причем весьма кардинальным образом. Он будет приближать к себе только избранных товарищей и стороницы коллег и просто знакомых, поскольку не любит никого впускать в свою жизнь. Стрелец. Поскольку все стрельцы всегда находятся в вечном движении и постоянно путешествуют, они, как правило, сводят количество вещей, которые у них есть, до минимума. Фактически стрелец может собрать все ему необходимое в один единственный пакет. А еще стрелец любит многофункциональные вещи, например, кокосовое масло можно использовать одновременно как масло для приготовления пищи, увлажняющий крем и крем для бритья. Этот знак регулярно перебирает свои вещи и без сожаления выкидывает устаревшее и ненужное. Водолей. У водолея обычно есть список, записанный от руки или, возможно, только в его голове, того, что он считает основной необходимостью. Люди этого знака знают, чего хотят и что им нужно, чтобы жить нормальной жизнью без всяческих изысков и роскоши. Они не желают лишнего и стараются быстро избавиться от вещей, отслуживших свое. Водолей, как правило, не оставляют после себя много мусора и способны упаковать все свои домашние вещи, за исключением крупных предметов, в течение часа. Кстати, минимализм водолеев заключается в том, что они достаточно изобретательные люди, умеющие оптимизировать даже самое крошечное пространство. Рыбы. Рыбы всегда плывут в разных направлениях. У них может быть слишком много вещей, или они могут быть аскетами и бессребренниками. Они не хотят быть слишком зависимыми от материальных благ, но иногда все же могут привязываться к своим старым вещам. Рыбы – это также минималисты в своем отношении к деньгам. Они скромны, но не выглядят жадными скрягами. Они ищут выгодные сделки и предложения и желают приобрести что-либо за самую низкую цену. Рыбы хотят получить максимальную отдачу за свои деньги, и если они не могут найти что-то со скидкой, то спокойно проживут и без этой вещи. Минимализм – это стремление к простоте, организованности и комфорту с самыми необходимыми вещами и людьми. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.